В жаркий день детективы решили купить мороженого. Пока Юля выбирала себе что-то по вкусу, к палатке подошел мужчина. У меня в машине жена, она беременная, мороженое захотелось. Благодарю вас. Любезная, мне, пожалуйста, шоколадный рожок, два брикета и... И, и... Задержите, это моя машина! Там моя жена, она беременная, Настя! Я жену беременную вез, а? Ну почему я не заглушил мотор, потерпела бы без кондиционера, а? Вам сейчас главное успокоиться. Я частный детектив, моя фамилия Насонов, это мои помощники. Рекомендую вам незамедлительно обратиться в милицию. Что? А, да. Кучин. Михаил Ефимович Кучин. Только я перова лучше своими собственными руками задавлю без всякой милиции. Кстати, Настя целее будет. Нет, давить никого не надо. В милицию можем подъехать вместе. И что это за перо, в котором вы подозреваете? Присесть бы где, а? Михаил Ефимович, у нас офис недалеко и машина. Давайте пройдем. Давайте, а потом так и быть пойду в милицию. Пойдемте. В офисе детективов Михаил Кучин рассказал, что вез беременную жену домой из больницы, где та лежала на сохранении. У меня был один выкидыш, и на этот раз тоже была угроза. А почему вы повезли ее домой? Понимаете, мы поссорились с Настей по телефону. Я по делам был в другом городе, а она легла в больницу. Ну, я пытался загладить, она не хотела меня видеть. Там передавал подарки, фрукты через тетку ее, Розалию Борисовну. Ну, она там главврачом работает. Потом Настя меня простила. Можно еще водички? Настя воспитывалась в интернате, и с тех пор она ненавидит казенные стены. Она так рыдала, плакала, просилась домой. Благодарю вас. Ну, я боялся, что от излишней эмоциональности она опять потеряет ребенка. Ну, а Розалия сказала, что лечение дало положительный результат. И, ну, если бы что-нибудь, то я бы сразу отправил Настю обратно в больницу. Господи, надо же с Розалией позвонить. Настя, включайте громкую связь. Алло, Настенька, ты где? У тебя все в порядке? Тачка твоя на пустыре у заброшенных складов. Как из города гостиницы Северной ехать? Можешь забрать. Баба у нас. Будешь слушаться, вернем невредимую с икру внутри. Пойдешь к метам, вернем сначала икру, а потом бабу по кускам. Мы за тобой следим. Это точно Семена Перова работа. У него охранник Николай Гундосин когда разговаривает. Детективы немедленно выехали на место, указанное по телефону неизвестным. Потом я решил разделить бизнес и выделил Перову треть. Но он хотел половину и угрожал мне, знаете. Ну, кто же думал, что он может на святое покуситься? Скажите, а откуда Перов знал, что именно в этот день вы будете забирать супругу из больницы? Я же сам ему и проболтался. Он позвонил мне накануне, требовал встречи. Ну, а я послал его, сказал, что жену еду из больницы забирать. Он же всю мою историю знает. И про Алену, про первую жену, и про Настины неудачи тоже. А что за история-то, Михаил Ефимович? Про откученных должен продолжаться. Но я решил, что я не буду заводить детей, пока не достигну определенного материального благополучия. Ну, и моей жене Алене пришлось несколько раз делать аборт. А потом, когда я понял, что я имею право завести детей, она уже не смогла родить. Пришлось разводиться. А ведь десять лет вместе прожили. И потом вы встретили Настю? Да. Вы знаете, когда я увидел ее первый раз, такую молодую, сильную, здоровую, я понял, что вот она. Так вы развелись с первой женой только из-за того, что она не могла родить? Ну, это существуют же медицинские методы. Искусственное оплодотворение. Ну, суррогатной матери, наконец. Милый мой, кучины из пробирок не появляются. Это... это Настя, телефон. Михаил Ефимович, у меня к вам просьба. В машине пока руками ничего не трогайте. Ребят, посмотрите отпечатки. Тут записка на полу какая-то. Не хотел по-хорошему, будет по-плохому. Помню, пойдешь к ментам, спорим жене живот. Сиди тихо, жди указаний. Написано правшой, но только левой рукой. Ну, на ручках, на руле отпечатки стерты, ключи в сжигание. Это точно Семена первого работы. У него охранник Николай. Сидел за кражей. Машину водит, как гонщик. И гундосит, гундосит, когда разговаривает по телефону, гундосит. В квартире Кучина Детектива Насонова и Михаила ждала Розалия Петровна. Я тоже хороший. Двигатель не заглушил. Кондиционер Насте оставил. Душные, видите ли, без кондиционера. Господи, неужели они убьют моего ребенка? Пусть что угодно, лишь бы ребенок был жив. Они убьют вашу жену, мою племянницу. А вы ее чуть не убили постоянными угрозами развестись. Так, 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 все, все, стоп. Девочка, вынашивает ваше дитя, рискуя здоровьем. Вы только про род Кучинах думаете. Так, так, стоп, стоп. Я прошу вас, давайте ссоры оставим на поток. Михаил Ефимович, я все-таки вам настоятельно рекомендую. Надо обратиться в милицию. Перов это, зуб даю. Вот его и трясите. В тот же день детективы решили поговорить с партнером Михаила Кучина, Семеном Перовым. Будьте здесь, я сам с ним поговорю. Добрый день, вы Семен Никитович Перов? Да, это я. Моя фамилия Насунов, у меня к вам серьезное дело. Очень серьезное? Ну, весьма. Ну, пойдемте ко мне в кабинет, чтобы по роботу стоять. Присаживайтесь, пожалуйста, господин Насунов. Да, спасибо. Чем могу служить? Видите ли, я частный детектив. И в настоящее время работаю по поручению Кучина Михаила Ефимовича. И дело в том... Ах, вот оно что. Он уже и частных детективов нанимает за мной следить. Ну-ну. Значит так, передайте этому мерзавцу и мошеннику Кучину, что разговор теперь с ним будет особый. Я его предупреждал. И с вами, господин Насунов, мне разговаривать некогда и не хочется. Так что всего вам доброго. У Кучины большая беда. Похитили его жену. А я здесь при чем? Ему раньше надо было головой думать. И вы свободны. Я ни с вами, ни с вашим жуликом-нанимателем ничего общего иметь не хочу. И разговаривать тоже. Может быть, попросить охрану вас проводить? Или сами выход найдете? Ну, выход я найду. Не сомневайтесь. Ну вот и хорошо. Воспользовавшись моментом, Насунов установил скрытую камеру в кабинете Перова. Перов был самовежливый, пока я не сговорил о Кучине. Потом поведение его резко изменилось и стало, мягко говоря, неадекватным. Но поводов так вести себя у него может быть много. Давайте посмотрим. Даник. Что? Началось. Я же тебе говорил, беременную никуда не тащить. Учти, дорогой, все это было сделано только под твою ответственность. Вот ты теперь и разбирайся. Понял? Так. Бегом бегите, Казуль Демарковни. Бегом. Хоть какой-то, но врач. Все равно других в поселке нет. Надо вызвать. Ты что, дорогой мой, с ума сошел? Значит так. Я сегодня буду поздно. Так что ты сам и разбирайся. Все. Черт знает, что такое. Как-то странно быстро все получается в этой истории. Неужели Кучин прав? Имеет смысл осмотреть загородный дом этого нервного господина Перова? А Ник, это недоговоренный Николай? Мне вообще странным кажется поведение Перова. Как-то непродуманно держать похищенную в собственном доме. В любом случае надо торопиться с чьей-то жизнью в опасности. Поехали. Детектив Алексей Насонов с помощниками стали свидетелями похищения беременной жены Михаила Кучина Насти. По телефону Кучину сообщили, где находится его автомобиль. В автомобиле детективы обнаружили сотовой Насти, а также записку с требованием выкупа. В организации похищения подозревается бывший партнер Кучина по бизнесу Семен Перов, с которым некоторое время назад у Кучина возник серьезный конфликт. К вечеру детективы приехали на дачу Семена Перова. Вы здесь проживаете? Здравствуйте, нет. Здесь Перовы живут, отец с сыном. Но отца нету, только один сын дома. Ника! Никита! Брось Глафиру с котятами! Иди сюда, к тебе пришли! Так, товарищи стажеры, проводим проверку самостоятельно. А я здесь подожду, воздухом подышу. Устали мы сегодня, проверка до канала. Да у меня день веселенький был. Представляете, пришлось принимать роды у кошки. Вот как? Вы что, ветеринарный врач? Нет, конечно. Человеческий хирург я. Но Никита подобрал на повойке беременную кошку. И представляете, на табадам решил сегодня рожать. Шесть штук и все живые. Вот как. Вдвоем принимали роды. Ну, кошкины роды. Что здесь такого уже очень сложного, тем более для врача. Ну что? Так, ну что, огнетушитель имеется. Остановленного образца, сигнализация. Только вот несовершеннолетний часто один дома. Этот несовершеннолетний намного разумнее нас с вами будет. Утром следующего дня детектив Насонов вновь встретился с Михаилом Кучиным. Но сто к одному. Перов не причастен к похищению вашей жены. Да. С Перовым я ошибся, признаю. И к тому же охранникову Николай Жаров уже три недели как отсутствует в городе. Мои помощники выяснили. Так что, Михаил Ефимович, давайте не будем терять время. Надо обращаться в милицию. Давайте подождем хотя бы до утра. Так, для вас задание. Причем каждому персональное. Иван, ты отправляйся в интернат, где жила Настя. Узнай о ней там побольше. Может быть старые связи какие-то остались, друзья, враги. Важна любая зацепка. Понял, сделаю. Теперь ты, Юля, поговори с соседями Кучиных. Может быть они видели что-то подозрительное. Соседи это вообще кладись информация. А я к Розалии Борисовне. У нее сегодня выходной. Значит прийти и осмотреть палату, где лежала Настя, и поговорить с другими больными нельзя? Нет. Увы. Таковы правила. Я как врач должна думать о покое пациентов. Что бы ни происходило у меня лично. Я понял. Ну что ж, не будем нарушать правила. Да смотреть-то особо нечего. Палата как палата. Тем временем Иван встретился с директором интерната Маргаритой Ивановой. Девочка была. Она домашний ребенок. Ей в интернате тяжело было. Но на выходные тетя ее забирала. А друзей, врагов ее помните? Да не было у нее никаких друзей. Особо врагов у нее никаких не было. А подружки сегодня одна, завтра другая. А вот в десятом классе у нее большая любовь случилась с одноклассником Эдиком Грищенко. Он ее золотой рыбкой называл. Золотой рыбкой. Да. Но после интерната Настенька пошла учиться на курсы секретарей. А Эдика в армию призвали. После армии они должны были пожениться. И не поженились. Что-то произошло? Вы знаете, Настенька пошла работать в очень процветающую фирму. И хозяин этой фирмы, богатый, взрослый человек, положил на нее глаз. Она вышла за него замуж. Уж когда Эдик узнал, он чуть с ума не сошел и уехал из нашего города. Маргарита Ивановна, а фотография у вас не сохранилась этого Грищенко? Может быть в архиве где-то? Старая какая-нибудь? Вы знаете, буквально два дня назад Эдик приезжал в наш город по делам и заходил ко мне в интернат. Полчаса мы с ним разговаривали, но ничего такого о себе он не рассказал. Правая рука в гипсе, два пальца сломал, упал неудачно. Может быть не говорил о себе много, боялся сглазить. Он такой мальчик у нас суеверный, над ним даже всегда смеялись. А вот фотографию на память последнюю свою мне подарил. Пойдемте, я вам ее покажу. Розалия Борисовна, а как складывалась семейная жизнь вашей племянницы? Родители Насти погибли, когда ей было пять лет. Девочка воспитывалась в интернате. По выходным я часто брала ее домой. Детство и отрочество прошли в бедности. Поэтому, когда Кучин, ее босс, начал за ней красиво ухаживать, Настя голову потеряла. А когда Михаил Ефимович сделал ей предложение, она согласилась. И идиллия продолжалась? Увы, что касается Насти, она очень любит мужа. А вот муж. Потом мне стало казаться, что вся эта поздняя любовь Михаила Ефимовича показуха. Привет. Привет. Поговорила я с бабулькой, соседкой Кучиных. Рассказывает, что какой-то парень Настю искал. Спрашивал, здесь ли Кучина живут. А Настя тогда в больнице лежала, а Кучина на работе была. Уж не этот ли? У него, кстати, два пальца сломанных на правой руке. Мне директор интерната сказал. Вот тебе и записки левой рукой. Поехали опять во двор Кучины к бабульке. Надеюсь, она не ушла домой сериал смотреть. Все-таки, почему при таком риске для оплода Настя вернулась домой из больницы? Казенные стены. После интерната Насте тяжело в них находиться. И потом на фоне проблем с мужем у нее начались истерики. Вы понимаете, что это не полезно для будущего малыша. Мы договорились, что я каждый день буду заходить к Кучиным и проверять ее состояние. В офисе помощники доложили Алексею Насонову о результатах своей работы. Эдиком Грищенко. Они собирались пожениться. Эдик сейчас живет на юге. Он уехал, узнав, что Настя не дождалась его из армии. Так вот, Эдик сейчас в нашем городе. Он забегал в интернат, торопился. Правая рука в гипсе. Мы показали его фотографию у соседки Кучиных, она его узнала. Странно, что Розалия мне ничего про Эдика не рассказала. Надо выяснить, где он остановился и понаблюдать за ним. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, слушаю, Михаил Ильич. Что, требование выкупа? Уже едем. Вот полюбуйтесь. Подворник засунули, пока я в супермаркете был. Ну, опять писал правша, только левой рукой. Готовь деньги, жди указаний по терапии, твоя жена беременна пока что. И сумма прописит. Да, и немалое заметь. Я соберу, конечно, но важен срок. Быстро и без ущерба для бизнеса не получится. А вернут ли мне Настю? Или ее уже нет в живых? Надо четко выполнять все требования похитителей. Я думаю, я уверен, Настя жива. Убивать ее преступникам нет никакого резона. Милицию надо обязательно проинформировать. По поручению Алексея Насонова помощники узнали, где проживал Эдуард Грищенко и установили за ним наблюдение. Да, рыбка моя золотая. Я хорошо. Скучаю только по тебе. Как, как пузико? Не капризничает? Я скоро уже появлюсь. Скоро появлюсь, Рыбанька. Деньги только получу с твоего богатого. Ты, ты только там не переживай. В своем положении радоваться надо. Ну ладно, я еще позвоню тебе через пару часиков. Угу. Целую. Вот и сплыла, похоже, золотая рыбка Настя. Михаил Кучин сообщил Насонову о странном звонке. Звонила Настя, умоляла выполнить все требования преступников, рыдала. Да как же не факт, как же не факт. Я даже голоса ее не узнал. Ну, она так кричала, потом еще раздался этот удар и крик ее. Ну, господи, хоть бы не по животу, а. Да вы совсем помешались на своем потомстве. Да даже если ребенок сохранится, вы можете себе представить, кого она родит? Да лишь бы Настю живую вернули. Пусть выкидыш, пусть со здоровьем разберемся. Вы хотите сказать, что она вам нужна уже и без вашего ребенка? Да! А вы не заметили, что я люблю свою жену? Или вам такие чувства неведомы? Детектив Алексей Насонов с помощниками стали свидетелями похищения беременной жены Михаила Кучина Насти. В организации похищения подозревается бывший партнер Кучина по бизнесу Семен Перов, с которым некоторое время назад у Кучина возник серьезный конфликт. Однако выяснилось, что Перов не причастен к исчезновению Насти Кучиной. Также стало известно, что в городе появился бывший жених Насти Эдуард Грищенко. Помощники, проследив за Эдуардом Грищенко, стали свидетелями его встречи с неизвестным мужчиной. Я самый лучший Эдик. Я Василий Богатов. Троюродный брат Лиды. Можно Васина, а ты? Вот Лидию Должок возвращаю. Пересчитай. Да ты что? Я доверяю будущему родственнику. Выходит, не с Богатого, а с Богатого деньги получает. Ну да, это же фамилия. Только о какой Лидии идет речь непонятно. Ладно, пойду я. Поезд через три часа. Еще Лиди надо кое-что купить. Бывай. Приезжай в гости, если что. Че там? Так, дорогие жених и невесты Грищенко Эдуард и Рыбина, Лидия, ваше бракосочетание состоится так семнадцатого в пятнадцать тридцать. Улица Ленина пятнадцать. Парень, ты его уронил. Спасибо большое. И еще одна важная деталь, Алексей Викторович. Когда Грищенко уходил, он выронил ЗАГСовское приглашение. Ну там, как обычно, на дорогие жених и невесты, ваше бракосочетание состоится во столько-то, во столько-то. Так вот, ровно через неделю Эдик действительно женится на девушке Лилии Рыбиной в своем городе. Я понял. Есть у меня одна мысль. Значит, Иван, понаблюдай, чтобы Эдик благополучно уехал. Так, просто для спокойствия. А вот для тебя, Юля, у меня специальное задание. По заданию Насонова, помощница побывала в женской консультации, где прежде наблюдалась Настя. Алло, Алексей Викторович, задание ваше выполнено, скоро буду в офисе, расскажу подробно. Это еще хорошо, что регистратура в женской консультации работает не до шести, а до семи тридцати. Так бы вообще со мной никто не разговаривал. В общем, уделила мне там одна тетенька пятнадцать минут, рассказала, что девушка не беременна, только прикидывается, это какая-то провокация. Ну что ж, это только подтверждает мои догадки. Какие догадки? Слушаю, Михаил Алексеевич. Что, в почтовый ящик подбросили? Я сейчас приеду. Деньги положу в зеленую хозяйственную сумку. Завтра в семь утра отвези тетку жены за город на десятый километр Северного шоссе. Господи. Где я за ночь возьму им хозяйственную сумку? Еще зеленую. У меня, кажется, была где-то похожая на хозяйственную. Цвета Хаки подойдет? Я не знаю. Наверное. Значит, завтра утром выполняйте все требования похитителей. Я пойду домой, поищу сумку. Как вы думаете, все обойдется? Уверен. На следующий день детективы заранее приехали в указанное похитителями место и, спрятав машину в кустах, стали дожидаться Кучина и Розалию. Они решили проследить за Настиной родственницей. Розалия Борисовна, я жду вас здесь. Ой, хорошо. Так, Юль ты осталась здесь, а вот пошли. Настенька! Все в порядке, тетя? Ну, конечно. Он ждет, а волнуется. А что в сумке? Настенька! Ого! Деньги? Зачем, тетя? Настенька! Ну, какая же ты наивная! Я же говорила тебе, что Миша тебя больше полюбит и не будет бездетностью попрекать. Если с тобой что-нибудь случится, была я права. Помогли мои советы тебе семью сохранить? Пока еще не знаю. Вот и слушайся меня. Денег Кучин еще заработает. А это нам с тобой на шпильке. Ой! Так это его деньги? Вы что, с него выкуп взяли? И он дал? Боже, тетя, что же вы наделали? Он же меня теперь не простит. Да, да. Выкуп я потребовала. Настя, ты совершенно не разбираешься в людях. А Кучина ты вообще не знаешь. Да ты, ты доверчивая дура. А доверчивость, по-вашему, это всегда признак глупости? Выследили, да? Восстановили справедливость. Да вы хоть знаете, для чего эти деньги-то? Ну, догадываюсь. Во всяком случае, не для будущего ребенка. Настя, ведь ваша тетя вам поставила диагноз – привычный выкидыш, так? Ну, допустим, так. А Миша хотел меня бросить из-за этого, а тетя… И бросит он тебя, дуру, и бросит! Как только узнаешь, что ты опять выкинула! Что? Опять хочешь нищету? Или ко мне на шею? Так и я не вечно! Тетя, как вы могли? Как вы могли? Мы же договаривались с вами. Всего одна записка, чтобы Мишу напугать. А вы что наделали? Теперь все, все кончено! Настенька, милая господи, ты жива! Слава Богу! Ну, скажи, пожалуйста, как он? Он есть? Ну, вот. Пожалуйста. Что и требовалось доказать. Что доказать? А почему вы здесь? Михаил Ефимович, к сожалению, ваша супруга не беременна. Но, впрочем, дама вам сами все расскажет. Как? Опять не получилось. Почему ты врала мне? Почему ты мне врала? У! Тихо, 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 тихо. Ты как со своей первой женой поступил? А с Настей, как хотел обойтись. Вот и получил по заслугам. Тетя сказала, тебя попугать надо. Я просто потерять тебя боялась. Тебя, старая ведьма, я удавлю своими собственными руками! Не лезь в нашу семью! А лихо дамы все придумали. Даже жалко их по-человечески Для инсценировки собственного похищения Настя приехала в клинику Рак Крозалия Откуда спокойно вместе с мужем поехала домой По дороге она выжелала мороженого Кучина остановила машину, но двигатель не заглушил Двигатель он не выключал, чтобы работал кондиционер Михаил Фимович не знал, что Настя прекрасно научилась водить машину Настя уехала и организовала звонок мужу Значит голос похитителя был Настин голос Только записанный на китофон с другой скоростью А вот все остальное это уже инициатива Розалия То есть требования выкупа Звонок якобы избиваемой Настей Это все полностью на ее совести И еще один момент Откуда похититель мог точно знать Что к утру Кучин найдет зеленую сумку Причем именно такую, которая завалялась у Розалии Михаил Кучин и Настя уехали в Швейцарию Настя лечится от бесплодия Врачи дают благоприятный прогноз Род Кучиных должен продолжиться